В начале сессии депутаты заслушали информацию начальника полиции Александра Дерягина о состоянии противопорядка на территории района. Высказали свои замечания. В первую очередь, беспокойство вызова от Заречная сторона и отдаленное поселение, где службу несет всего один участковый. У нас был большой общепутерковый праздник. Заранее было отправлено постановление, чтобы помогли обеспечить общий непорядок. Программа, что до двух часов ночи у нас мероприятия не закончились. В результате нам выявили всего лишь одну бригаду ДПС, которая уехала вместе с 8-часовым паром. И в 10-м часу, когда, как говорится, самый пик дискотека, участкового отозвали в арестово, откуда он вернулся, чуть ли не в 12-м. Пришел приказ о внесении в горкат на изменения. Нам более две должности участковых и полномоченных. И мы с учетом желаний и главпоселения, и по нагрузке, и по преступности, мы учтем и будем перераспределять как и административные участки, так и введенные должности. Также назвали имена устюжан, вошедших в молодежный парламент. Все они защищали свои социальные проекты и неравнодушны к будущему малой родины. Депутаты обсудили вопрос присвоения звания почетный гражданин Великоустюгского муниципального района, руководителю ансамбля русской песни горницы Татьяне Лебедевой и многолетнему директору Великоустюгской нефтебазы Александру Коровкину. Присвоить звание почетный гражданин Великоустюгского муниципального района и двум кандидатам Коровкину Александру Ивановичу и Лебедевой Татьяне Григорьевне. Депутаты поддержали общественное мнение. Также принято решение установить памятную доску Николаю Александровичу Илюшину, много лет отдавшему работе в органах местного самоуправления района. Большая часть заседания заняла обсуждение вопроса о вакантной должности первого заместителя главы администрации. Александр Кузьмин предложил на это место кандидатуру консультанта Департамента внутренней политики правительства области Сергея Котова, который последний год курирует наш район и вместе с семьей готов переехать из Волок до Великоустюг на постоянную работу. Предложение к Сергею Владимировичу было лично от меня. Оно никем не навязано. Сергей Владимирович долго думал и мне потом после его согласования пришлось согласовать его кандидатуру о том, чтобы его отпустили с постоянной места работы. Вопросов к Сергею Владимировичу было много. Депутатов интересовало и образование кандидата, чем вызвано его желание стать первым заместителем главы администрации. Сергей Владимирович так прокомментировал свое решение. У меня есть жизненный опыт, у меня есть желание расти профессионально и личностно. Я хотел бы вместе с вами решать проблемы, ставить новые задачи, цели и достигать их миссии. После всех обсуждений депутаты приступили к голосованию. В итоге за Сергея Котова проголосовало 16 человек. Против нет, 11 воздержались. Таким образом, его кандидатуру депутаты не поддержали. Но вопрос на этом не был закрыт. Глава администрации Александр Кузьмин еще раз напомнил собравшимся о необходимости выбора кандидата на эту должность. Ведь в настоящий момент кресло первого зама занимает Татьяна Забелинска, на которую помимо этого возложены обязанности начальника управления делами администрации. Прозвучало предложение о повторном голосовании. Я работаю сколько уже второй год. Что если балкон дал вопросу к какой-то несогласованию, почему-то он нас все время склоняет к переголосованию. У нас принято решение уже. Вопросы по заместителю, я считаю, что решение принято. Я думаю, что этот вопрос переносится на более поздний срок. Давайте уважать свои решения, которые мы же сами принимаем здесь. На несогласование кандидатуры Сергея Котова, по словам депутатов, повлияло и то, что вопрос о кандидатуре первого заместителя главы администрации в повестку дня был включен только перед началом сессии. Ни представители сельских поселений, ни исполняющие полномочия главы района не рассматривали на комиссиях этот вопрос. И исполняющий обязанности главы района, он-то знал, с ним-то что-нибудь согласовывали. Держите, глава администрации выносит на представительный орган. Знал, не знал. Ну, мы-то согласовали, а почему глава, исполняющий обязанности главы района не согласовывали? А это принципиально согласовывали? Волную, как же. Ну, последнее лицо в районе. Что? Впущение, Александр Владимирович, надо было вместе со всеми проектами, вот это тоже, и сейчас вот этого кошмара бы не было, было бы однозначное решение, либо да, либо нет. Когда он дал согласие участвовать на вакансию на должность, тогда я сразу и позвонил, еще будучи в командировке, чтобы подготовили проект решения. Вот коллеги, наверное, мне не дадут соврать. Я еще был в командировке, а уже было проект решения подготовлено и отправлено. После небольшого перерыва переголосование так и не состоялось. Большинство депутатов решили, что в этом нет необходимости. Сергей Кодов не был назначен на вакантную должность. После рассмотрения этого вопроса глава администрации района покинул зал заседания, не дождавшись окончания сессии. Евгения Шемекина, Антон Карев, Новости провинции. Евгения Шемекина, Антон Карев. Продолжение следует...